Вот смотрите, есть такой итальянцы, кстати, вот Анатолий Борисович, кому-то рассказывали, я вам некогда перешел. Студент оттуда, из Москвы, в нашей консиротуре учился, перевез, рассказывал, Якова Планкова рассказывал. Когда они были на стажировке, они одновременно, где-то, 70-70 лет, три года там, в обмену Советским Союзом, театр Ласкалов, небольшой театр, обмен делали не такой, да, группа сюда, группа туда, и на стажировку. Наши требования, года ездили сюда, Соловьяненко, Ногомаевы, Норейки из Прибалтики, Сердебаевы, и, по-моему, Милашка там, из Большого, целая группа. И вот их, там Мариаст Робара с ними занимался, очень жена Робара. Кстати, после этих занятий Соловьяненко у него был любимым учеником, у него жена Робара. Он восхищался тем, с чем он пришел, от Коробейченко. Коробейченко поставил ему голову. Донецкий год. Десять лет они занимались через день. Тысяча уроков. Амбардный имя есть такая, где занесен каждый урок и вывод с каждого урока. Десять лет. И ни одного пропуска. Поверьте, это такое фанатично. Анатолий Борисович был предан вокалу. Ну, а учителю вообще был сверхфанат. Кстати, он здесь, в Одессе, до войны нашел вот сам Коробейченко, Александр Николаевич. Тенером был, лирически. Хорошим тенером, был заслуженным артистом уже России. И по театрам астролировал. И в Одессе находят итальянца. Настоящего итальянца, преподавателя вокала. До войны. Боррелли. Я запомнил даже эту фамилию. И вот он начал ходить к этому Боррелли, будучи сам уже солистом, который все хорошим танцом был. Перестроить свой волос. На тот манер, который Боррелли, значит, знал. Школа итальянская. И вот этот Боррелли, мне рассказывал мой ребенок, да он дружится. Боррелли любил коньяк попивать. Александр Николаевич, ученик, издает звук. Он вот так смотрит. Туды. Не туды. Туды. И не смотрит на ученика. Но он его настолько до туды, зато он его настроил. Он ему показал, где туды, а он слышал туды. Вот это в ухе педагога, значит, это, говорят, эталон тона. Но там, скажем, не тон, там комплекс должен слышать. Там не просто тон. Ну, хотя тон. Это и есть комплекс. Хороший. Тот самый тон, живой, настоящий. Вот туды, не туды. Вот такие, кстати. Значит, вот мы сейчас попробуем итальянские приемы и вот такие. Техника с тона. Бельконтисты, кстати, не оставили описание своей школы. Как они дышали там, или как обычно вокалистам интересно. Куда, где, никуда направляли, чем. А они описание этих не оставили. Это Бельканта, которая удивляла, оставила исторически только сведения о каких-то своих феноменальных рекордах, вокале, да. Что они исцеляли от душевных и физических недугов. Вот поет, а в зале люди исцелялись. А в зале происходили чудеса просто. До экстаза доводили зала. Своим пением эти бельконтисты. Что они там делали? Ну, по силе, например, голоса соревновались с трубой. И даже побеждали. Как это человек может трубу, казалось бы, это почти невозможно. А было-то в диапазоне, значит, какие-то фантастические диапазоны. Но они не описывают какие, нигде не мелькают. У нас, например, более четырёх октав. Что такое четыре октавы? Поверьте, это невозможная вещь. Это никто не поверит, если не послушает. Скажет, если профессионал понимает, что такое четыре октавы. От природы человека до полутора октав, как бы считается диапазон, да? Чтобы две профессиональные октавы, нужны вот училище, консерватория, да? До двух октавов можно довести ещё как-то, да? Расширить за счёт верха больше. Две с половиной. Это выдающиеся голоса. Две с половиной октавы. Здравствуйте, проходите. Феноменальные были голоса. Такое слово поменялось. Проходите и можете присоединиться. Да. Три октавы феноменальные голоса. Что такое четыре и более, и слов таких нет. В истории была имма сумок. Четыре октавы. От до малой до до четвёртой октавы. Но у неё пишут регистровые. Девочки, послушайте. Регистровый голос был. То есть на протяжении четырёх октав менялся механизм голосообразования. Это итальянцами не приветствуется. Они считали, что нужно вырабатывать единый регистр. Они его певческим называют. Вот этот певческий тон. Нигде не должен механизм меняться. В принципе, звучание. Как будто в человеке два или три человека. Меняется там грудной, потом медиум, потом головной, фестула какая-то. Ничего подобного. Вот этот итальянский крытый тон на протяжении трёх октав, абсолютная сопрано. В идеале должно быть и волос мужской тоже абсолютный. Так вот, что такое диапазон? Откуда и что это сложнейшее? Самая высокая нота в истории вокала зафиксирована – это Мадора Бен Грант Опера. Ре четвёртая октав. Ре четвёртая октав. Ре четвёртая октав. Вот у Тани Васечкиной была ре четвёртая октав. У Иры Скаженик была ре четвёртая октав. Но у нас есть ученицы, у которых есть ми, фа и даже соль четвёртая октав. На сегодня есть тоже вопросы и результаты, так скажем. Значит, возвращаемся. Техника стона, техника рыдания, техника плача. Вот представьте себе, вот ставили на основе плача, да? Считали, что вот эти естественные, природные, как бы, это же целый комплекс происходит, например, при стоне. Что это то самое, что должно происходить, и как работать должен голос при пении, они считали итальянцы. Когда человек рыдает, вот так надо петь. То есть получается, что в принципе надо не пропеть, а проплакнуть, как бы, как бы, не побояться. Это не смешно получится, это получится красиво. Это мы себе не позволим как-то плаксиво это сделать, а надо бы позволить, оказывается. Значит, вот мы сейчас попробуем, значит, сначала бы, конечно, нет, сначала бы пощупать немножко диапазоны, да? И я вам сразу скажу, что вы сейчас через полчаса обретете. Вот давайте мы немножко так потратим несколько минуток сейчас. Вот так я пройду по всем. Вас сказали. Юля. Юля, пожалуйста. А, любое на любую. А, А. Какой-то. Да, хорошо. Вы достаточно высоко. До дво верхнего доходите. Ну, я вам скажу, мы с вами споем. Ну, мы с вами споем, ну, все бемоль мы споем, а думаешь, что ре бемоль третий. А может, ме бемоль третий испоем? Да. Хорошо, так что мы даже вас проверять не будем. У вас как? У вас в качестве? У вас как? Чувствую. 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 А если выше, мы сразу на октаву. Чувствую. 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 У вас есть. А выше. Покажите, пожалуйста. Да. Умница, и все, и дальше. А давайте переживать вместе. Как будто это ваша. Вот, за Морис, пожалуйста. И будет, вот видите, что будет. С вами как раз, не с Ларисой. Ну, и с Ларисой. Еще выше? Хорошо. Ну, мы там до Реда не дошли, это переходный, неизвестно. Ну, вы споете с Ларисой. И даже, может, и Реда, и Реда, и Реда. Вот здесь посмотрим. Что вы, может, поете сейчас? Через. У вас? Геннадий. Геннадий, да. Очень приятно. Что у вас? Не очень. Не очень. Да, давайте мы так проричим, как Сибирон. Да, молодец. Выше, выше разом. Умница. И смело, пожалуйста. Умница, да. Без вас нет. Ну, 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 попытка нужна. Попытка нужна. Но лучше на ней. Попытка нужна. Не лучше. Умница, да. Еще. Еще. Нет, попытка. Что значит нет. Пусть оно хребет. Пусть оно хребет. Пусть оно хребет. Не будет. Молодец. Умница. Не, не, не. Не, не. Вы, вы, вы. Вы от вас мнение сейчас не спрашивают. Я вас вот попросил. Давайте поиграем. Я прошу сделать. И не получилось. Я все уладил. Да. Я скажу, что сделал. Хорошо. А то, что ничего не показывает. Ты пришел лечиться. А рану. Учитель. Врач говорит, покажи, где она. Вам не стыдно. Как лечить и что-то. Играем. Да. Приезжаем в эту игру. Я? Нет. А можно меня, моя дочь? Выпускница двух музыкальных школ. Нельзя. Если мама. Нет, нет, нет. Не можно, я даже могу. Она не зажила. Ну вот. Выпускница двух музыкальных школ города Москвы. Хорошо. Она вам пропоет по ступору. А вот вы бы издали, если бы у тебя все хорошо. Для себя. Мы играем. Мы просто играем. Для семейного блага. Нет, я не могу. Мне то, что у вас умолял. Мы не медведь расступим науку. Вот моя дочь. Это дочь. Мы вам сейчас расступим это. Хорошо? С ними медведь. Хорошо. Я тоже не буду вещать. Все, все. Девочки, хорошо. Значит, где у нас? Тишина. Моя дочь. Все, все, все. Мы поняли. Вас как зовут со мной? Тоже секрет? Нет, так сам. Так сам. Очень приятно. Значит, давайте мы. А как? Мария. Мария. Маша, пожалуйста. Если так вас назвать. Она в флоре пела. Вот станьте вот так к маме ближе, чтобы я вас видел. Нет, к маме. Нет, к маме. Нет, к маме. Нет, к маме. Понимаешь? Маша. Маша. Что-то там. Маша и ручки опусти, пожалуйста. Вот мы стоим на уроке. И что? Если ты занималась, что там вверху тебе? Я не пела. Не пела совсем не пела. Ну давай мы попробуем. Ира, покажите. Ира, покажите сразу. Почему я пришла? Почему я пришла? Почему я пришла? Почему я пришла? Умница. Умница. Ну вот, сама дальше. Да. Молодец. Да. Хорошо, молодец. Хорошо, умница. Можно походить. Браво. Хорошо. Ну, давай мы нашли. Пусть у тебя будет... А может, мы пойдем на четвертую серию. С тобой можно попробовать на суперную, на рекордную пойти. Хорошо. Как можно? Хорошо. Хорошо. Не знаете своих предельствий. Какое ухода есть? Сратава ля си. Ля си. Ля си. И до где-то можно зацелить. Но миль бемоль вы не цепляли. Миль там третий. Третий нет? Нет. Цепляли? Ну, будем не цеплять, а будем петь сегодня хорошо. Да? Скажем миль. Можем попробовать соль бемоль. Можем Мирошниченко попробовать ля бемоль. Вот у нее самая высокая нота была ля бемоль. Это известная в литературе от местного. Выше она не пела. В диапазоне была ля бемоль. Хотя Евгения Семеновна считалась самым высоким сопрано 20 века. То есть весь мир признавал, что самая высокая сопрано, вот самые высокие ноты у нее были в 20 веке. Так что такие... А мы с тобой попробуем ее перекрутить. Даша, тебе зовут? Ты занимаешься? Да. В музыкальной школе именно в древней. На вокальной коде? На сольной коде, нет? В локальной коде. Часто-часто. Вы учительница? С кем ты пришел? В локальной коде. С учительницей. С учительницей. Понятно. А вас как зовут? Светлана. Светлана. А у вас что? Медведь. Медведь. Хорошо. Давайте мы сегодня будем штурмовать. А кто вас спрашивает? Это ж мы будем, а не вы. Мы будем штурмовать, вы нам не мешайте, и все у нас случится. Вас как зовут? А? А не все. Вас как зовут? Я Джордж. Джордж. Ну вы участвуете в нашей коде? Да. На насырец. Значит, вы пели... Я не знаю. Я недавно пошел на хор, у меня засунули в басы. Ну что я знаю. Хорошо. Джордж у вас так и есть, да? Джордж. Красивый. Так, Джордж, давайте мы... Ну, пасы так пасы. Давайте. А-а-а-а. Молодец. А-а-а. Молодец. А-а-а. А выше чуть-чуть. А-а-а. Молодец. Замечательно. Ну такая плечевая нота, не побоюсь. А-а-а! Хорошо. Ну и чуть-чуть выше. Да, да. А-а-а! Хорошо. Хорошо, в какой-то будет. Ну там скажем, до фа до соль нормально. Но мы сегодня можем себе мольте на ровую, крепкую спеть. А может и дотом споём. О, ну, очень классно. А потом я сейчас буду отвечать за свои слова еще. Так что вы не сомневайтесь. Я пообещал. Мне придется на глазах у всех краснеть. Так что давайте помогайте днем, чтобы я сумел ответить. Вас имя? Меня зовут Александр. Не услышим. Девочки, тишина. Александр. Вы не знаете вверх? Нет, я ее не уже не знаю. А-а-а, интересно. Хорошо. А-а-а, еще? Да. до переходных мы дошли ну тоже, что надо? все мы будем сегодня смотреть все нормально сейчас мы сделаем вы на баса пойдете у вас диапазон может быть те на басы и у Рожжа все мы сегодня уладим вас как зовут? Ирина а что у нас? я не знаю давайте познакомьтесь с собой а если выше? Ира, покажите вот этим, сопрано верхним, женским голосом помнится, видишь, как красиво еще с таким тембром выше еще засмирение помнится, видишь ты что-то хитро и хитро делаешь правильно, правильно не боишься смело молодец, молодец тут я неправильно это уже уже школа идет ты ведь не просто хорошо, мне нельзя тебя настраивать сейчас, я хочу твои стартовые моменты определить потом мы будем настраивать хорошо ну в общем допереходная соль там и ми бемоль с передней можно вас как зовут? Кирилл вы не знаете я в прошлой жизни и что в прошлой что там вверху было? не помните хорошо давайте а да умница и дальше смело а выше еще выше поднять и хорошо все нормально да мы можем седьмой только прокричать даже седьмой у вас как будет но запомните только кому что бы вы обещали Наташа